Исследованиями установлено, что люди, регулярно употребляющие свежие огурцы, меньше подвержены заболеваниям щитовидной железы и сосудистой системы. Огурцы богаты сложными органическими веществами, которые способствуют усвоению других продуктов питания и улучшают пищеварение. Но многие ли знают, какое существует разнообразие огурцов? И у каждого вида свои кулинарные особенности. Поможет разобраться во всем разнообразии и выбрать тот сорт, который подойдет именно вам, основатель компании Седек Сергей Дубинин. Ну кто в России не сажает огурцов? А огурец это как бы всенародный российский овощ. Огурец любят буквально все, и стар, и мал. И огурец очень широко популярен в российской кулинарии в любом виде. От свежего вида до салатов и до разного вида консервации. Чего только они придумают. Вот здесь мы можем видеть ажур. Этот огурец дает великолепный урожай как в открытом, так и в закрытом грунте. И такой тип огурцов наиболее популярен среди российских садоводов и огородников. Именно вот такие огурцы, как ажур, у нас любят использовать под разные виды консервации. Это портенокорпический огурец. И он дает всегда гарантированный урожай, потому что для опыления ему нет потребности насекомых. У нас в агрофирме Сидек существует и большая серия огурцов так называемых музыкантов. Это Бетховен, Моцарт, Сальери, Шопен. Все эти огурцы являются портенокорпическими и дают хороший урожай фактически в любое лето. А вот, допустим, такие огурчики имеют уже совершенно другое опушение. У них мелкое опушение. Это вот огурец сорта Примадонна, вот огурец сорта Изюминка. Они вот именно маленькие, имеют маленькие пупырышки и очень хорошо подходят под многих видов консервации. Потому что, когда они в банке, пупырышки опадают, через них хорошо попадает рассол, они быстро просаливаются и хорошо сохраняют вкусовые характеристики. Видов консервации существует много. Ну вот, например, вот, допустим, вот такой вид, который многие огородники не используют. Это так называемая ассорти, куда входят совершенно разные овощи. Здесь и огурцы. Кстати, сюда огурцы входят именно аллигаторы. Они лучше всего подходят для консервации. Нарезаются бочонками. Здесь же мелко нарезанные кабачки. Здесь цветная капуста. Здесь томаты черри, брокколи. И все это хорошо уживается вместе. Есть такие огурцы мини-корнишоны. Вот они хорошо подходят для консервации в самом маленьком виде. Вот они мини-корнишоны. Сын полка, филипок, мотылек. Их можно консервировать, и когда они размером всего лишь навсего 3-5 сантиметров, можно 5-7, можно 7-9. В одну майонезную банку может входить до 120 огурчиков. Представляете, 120 огурчиков в одной банке. А вот такие корнишоны, типа нашей музыкальной серии, Моцарт, Бетховен, Сальери, Шопен, Ажур, они прекрасно подходят до такой консервации, к которой обычно привыкли все наши люди. Вот такие пупырчатые огурчики, они очень хорошо смотрятся в банках. Они чрезвычайно вкусные. Тут можно всячески экспериментировать всевозможными видами рассолу с добавлением разных ингредиентов, используя и зелень разную, и тоже самый чеснок. Очень хороша консервация, где вместо уксуса используется красная смородина. Тоже получаются очень вкусные консервы. Вот, допустим, такая консервация огурцы по-корейски. Под эти огурцы очень хорошо подходят огурцы подобного типа. Это огурец фруктовый и подарок Востоков. Это огурцы белой гвардии. Вот они такого белого цвета. Эти огурцы сложно не увидеть в теплице. Они белые, они всегда заметны в листве. И с ними невозможно просто-напросто ошибиться, не сорвав его. Такие зеленьцы иногда перерастают, и порой бывают семенники. Но с такими огурцами никогда не ошибешься. В огурцы по-корейски очень хорошо подходят именно вот такие огурцы. А также вот такой огурец штабс-капитан. Смотрите, он красивый, пупырчатый, белый. Тоже очень хорошо заметен в теплице. И единственная проблема при сборе таких вот огурцов и огурцов-аллигаторов разных сортов в том, что слишком большой урожай. Многие огородники жалуются на то, что собирают такой урожай, что даже не знают, куда его одевать. Вот такое количество вот этих огурцов получается. Они отличаются очень высокими вкусовыми характеристиками, а также великолепным запахом. Когда, если в большом доме делаешь салат из огурцов на нижнем этаже, то и на втором этаже запах зовет всех жильцов этого дома поскорее сходить на кухню и отведать данный салат. Вот, пожалуйста, можно вот такие корнишоны делать смешанные, чуть побольше, чуть поменьше. Тоже для этих целей хорошо подходят, допустим, сорти из разных огурцов, и из стандартных корнишонов, и из мини-корнишонов. А вот, допустим, вот такие огурцы, это шуберт, они очень хорошо подходят под салаты. Или вот такой весенний каприз, который с крупными большими пупырышками, они хорошо подходят под все виды салатов, под употребление в свежем виде, и дают очень высокий урожай фактически в любое лето. Вообще на своем огороде лучше иметь широкий ассортимент разных огурцов, просто чтобы за вашим столом было большое разнообразие. Сажайте и сейте, у вас на огороде огурцы разные, в открытом грунте одни, в закрытом другие, но обязательно старайтесь как можно больше посадить огурцов, и они непременно будут вас радовать и в салатах, а также во всех видах консервации и посолах. Желаем всем огородникам диковинных урожаев, не только огурцов, но и всех овощей, которые они выращивают. И старайтесь на своем огороде как можно больше ассортимент иметь. В этом случае вы больше радости получите от своей работы и от своего труда.